Всем привет, ребята. Время 10 часов у нас, только проснулась. Вся опухшая, мешки под глазами. Это я вчера перед сном поела селедки, потом напилась воды, наверное выпила стакана три и сегодня проснулась как воздушный шарик. Девчонки в школе, старшие только, у младших сегодня школы нет, они отдыхают. И сегодня и завтра, завтра Хэллоуин, получается с 31 на 1. Еще вчера у нас перевели время на час назад, на зимнее время мы перешли, в 5 часов вечера уже темнее, в 6 уже темно. Но зато утром, когда дети собираются в школу, уже солнышко встает. До этого они шли, Ксюша, например, ездила в школу утром в 7 часов, было темно, а сейчас уже в 7 будет солнышко вставать. Это папа с Максом, они ходили за хлебом в магазин. Бонни ждет. Ты домой хочешь? У меня там кастрюля стоит, в холодильнике места нет, так как на улице прохладненько, ночью холодно. Я кастрюлю вон туда возьму, с супом. Холодильник забит. Чего ты гавкаешь? Все, купили хлебушек. Каролина сегодня собирается к своей двоюродной сестре на Хэллоуин. А Макс пойдет со своим другом. Пойдем за конфетками сегодня? По соседям. Пойдем. Да, пойдем. Зайдет он за своим другом, и мы пойдем вдвоем. Андрей тоже пойдет? Нет, Андрей на работе будет. Так ты кем оденешься? Этим скелетом или Старвардс? А? Маску. Какую наденешь? У тебя маска классная, скелета. Ты можешь просто маску надеть. Ты можешь пойти вот в этой черной кофте, надеть черные штаны, черную кофту и маску скелета. И перчатки у тебя есть, скелета. Чем страшнее будешь, тем больше конфет тебе дадут. Где твоя одежда для Хэллоуина? Тебе рюкзака хватит вот этого. У нее есть одна перчатка, вторая мы не знаем где. А тебе большая, наверное? Нет. Да. Да. Большая. Большая? У Маргариты где-то платье было от Баба Яги, от ведьмы. О, видишь, у тебя аж до этого, до плеча перчатка. Так у тебя еще и кофта будет. Вот у нее маска. Надо надеть маску. Нет, это странно. Потом у нее есть штанишки вот такие вот. Ну это с прошлого года еще. Вот такие вот. Нет, а я помыла. Я не знаю, светится он или нет. Я не помню уже. Вот. И вот такая вот кофточка с капюшоном. И на капюшоне тоже вот такой скелет. Сейчас не надо. Сейчас будешь одеваться? Да, ладно. На улице туман. Вчера тоже туман был. Макс, убери насосы на полу валяются. Ты что, научился играть, что ли? Ну-ка отдай мяч. Ну-ка отдай мяч. Такую штуку купили. Баланс держать. Балансир. На такой вот дно. А где штука такая мягкая была? У меня еще резиновая штучка надевалась. Для чего? Ну как для чего? Нужно, а? Ну-ка, давай, вставай. Умеешь? Уже. Ну-ка. Балансировать. Балансировать. Маргуша у нас приболела два дня. Она температурила субботу-воскресенье. Сегодня в школу пошла. Говорит, у меня тест, мне нужно написать обязательно. Поэтому, в принципе, температуры у нее нет, подкашливает немножко. А так, в принципе, нормально. Но вот эти два дня, субботу-воскресенье, прям пластом лежала, не вставала, почти ничего не ела. Где-то подцепила вирус. Дай. Дай. Вау, круто. Нет, он не светится. Ой, у меня маска светится только, Каролина. Да? У тебя маска зеленая светится, да? Поэтому маску обязательно возьми. Вы же вечером пойдете, когда будет темно? Так, ничего. Скелетон. Не так. Не, вот так, да, с капюшоном. Тогда у тебя получается... Ну так странно. Нет, у тебя получается двойной такой скелет. И вот здесь вот, и с этой стороны. Если кто-то будет смотреть сбоку, у тебя будет видно вот так. Куда складывать будешь свои конфетки? Не знаю. Какую-нибудь сумочку? Покажи свой пакетик. Вот с этим пакетиком она пойдет. Ой! Разрисовали. Поведение, паутинка. Так ты завтра придешь домой, или ты сегодня, папа, за тобой сегодня поедешь? Ночевать будешь у нее? Я помню. Ночевать будешь у нее? Потому тут полная. Лекарство пила? Да. Еще выпей сегодня. Ребенок болеет, еще и на тесты ходит. Как у тебя еще голова работает? Писать в таком состоянии. Мне сегодня посылка пришла. Моя долгожданная. Сейчас буду открывать ее. Вместе с вами. А сейчас увидишь, что это. Что ж там такое. Хорошо упаковали. Ух ты, какой красивый. Я себе наконец-то решилась и купила фен. Нашему фену сколько уже лет? Лет 10, наверное, если я не ошибаюсь. В общем, вот такой вот фен. Вот он называется. Малифен. Давайте посмотрим, что у нас тут по дизайну. Удобная ручка. Сам по себе фен не тяжелый, легкий. Его, в принципе, удобно держать. Вот здесь две кнопочки. Выключить. Включить. Это первая скорость. И вторая. Вот эта кнопка, я так понимаю, регулирует теплоту воздуха. Холодный воздух, теплый и горячий. Дизайн напоминает фен Dyson. Кстати, да? Похож. Внизу ручки есть отверстие, куда входит воздух. Вот и отсюда вот он выдувает. Очень-очень даже симпатичный белый фен. Шнур длинный. Силиконовая штучка, чтобы его закрутить и закрепить. Это стандартная насадка. Давайте его протестируем. Посмотрим, на что он способен. Кстати, вилка. Мне такая не подходит. Обязательно нужен переходник. Потому что розетки у нас совсем другие. Но это, в принципе, не проблема. Переходники у меня есть. Я не видела, что тут такая вот штучка снимается. Почитала я инструкцию особенностей этого фена. Раз. Два метра шнур. Нормально. Первое, то, что мне понравилось, быстрая и бережная сушка. Также у этого фена, как утверждает производитель, технология шумоподавления. Проверим, насколько он бесшумный. Перед тем, как его заказать, конечно же, я читала отзывы. Много было положительных отзывов. Также в нем есть умная система термоконтроля. Он измеряет температуру воздушного потока 100 раз в секунду. Для того, чтобы защитить наши волосы от сильного теплового повреждения. Еще один есть плюс. Вырабатывает 200 миллионов кубических сантиметров ионов, которые нейтрализуют статистическое электричество. Ага, все понятно. Делают волосы более гладкими и блестящими. В общем, во время сушки они не будут пушиться. Знаете, как вот бывает, волосы посушишь, и потом такая вот шапка. В общем, мы сейчас проверим, все протестируем. Потому что мне очень интересно, насколько он тихо работает, насколько быстро он сушит волосы. Для начала нужно волосы повыть. Для вас это будет за одну секунду. Все, я уже готова. Вот мой фен. Видите, он уже побитый, бедный. Это кто-то его уронил. И ему лет 10, это точно. Мне очень интересно посмотреть, насколько шумно они работают. Ой, ничего себе. Она магнитная. Смотрите. Она магнитная, оказывается. Я думала, сейчас я ее буду вкручивать. Поперем и опа. Там еще был красный цвет, но мне понравился беленький. Ну и вообще, как бы я не особо любитель красного. С красными ногтями не любитель красного, да? Кому я говорю. А что, не работает? Ребята, ну все, он не работает. Видите, как все четко? Фен не работает и пришел новый. Ну ладно. Очень хотела сравнить. Мне само интересно. Ну давайте так. Если вам видно, я не знаю, светится вот это кольцо. В принципе, звук отличается. И очень сильно отличается. Он, знаете, не такой вот, как бы прям, он тише. Ну слышно, что он дует. Но он не такой прям громкий. Отсюда входит воздух. Поэтому он не такой шумный. И как бы слышно, что он всасывает. Кольцо, оно светится голубым цветом. Если я нажму, цвет поменяется. Вот. Желтого цвета и красного. Красный это, да, воздух горячий. Холодный. Я хочу поставить таймер. Плюс-минус я знаю, сколько я сушу. Давайте поставим таймер. Все, поехали. Ну, мощный воздух. 4,27. За 4 минуты фен высушил мои длинные, густые волосы. Видите, я же челку себе подстригла. И она мне не понравилась. Видите, вот такая вот у меня челочка. В принципе, мне понравилось. Потому что, ну, за 4 минуты высушить волосы, я считаю, это быстро. Обычно я сушу на минут 10, как минимум. У меня волосы очень густые. Ну, как бы длина тоже, да. Нормальные, средние. Волосы не пушатся. И как будто бы, знаете, такое ощущение, что я их утюжком выпрямила. Потому что они прям вот, они гладенькие. Просто вот на все 100% я довольна. Кстати, на этот фен идет сейчас хорошая скидка. Поэтому, если кому-то понравилось, если кто-то, может быть, искал что-то подобное, я ссылочку в описании оставлю под видео. Переходите и смотрите. В общем, я себе решила немножко укоротить челку. Она же у меня лежала вот здесь вот только по бокам. А теперь я подстригла именно вот эти вот прядки, чтобы немножко лоб прикрывала. Мне, конечно, непривычно. Я вообще не люблю, когда у меня что-то на лице. Меня это раздражает. Как-то ходила с челкой. Но у меня челка была такая, знаете, прям прямая, густая. Вот лоб был весь закрыт. Негустая челка. И все равно мне немножко непривычно. Мне хочется это все убрать, открыть и все закрепить, чтобы мне вообще ничего на лицо не попадало. В принципе, мне кажется, не так уж и плохо. Просто мне нужно привыкнуть. Теперь будете смотреть на меня такую. Никто меня еще не видел. Маргарита не видела. Скорее всего, я сейчас за ней поеду. Она меня попросила в три часа за ней заехать. А то ей нужно будет где-то минут 30 автобус ждать. Она не хочет сидеть ждать. Ты снова челка? Что, не очень? Нормально. Нормально? Отпустили тебя? Отпросилась? Я просто пошла. Я просто сказала, что вы сказали, что я буду. Я тут пытаюсь что-нибудь придумать такое, что можно будет на дверь наклеить. Скрасить как-нибудь дверь. В общем, вырезала вот такое вот привидение. Можно вырезать глазки. Сначала сделала какую-то ерунду. В общем, ужас какой-то. Не понравилось мне. Вот. И в итоге решила просто нарисовать, так как дверь у нас серая, темно-серая. Может быть, тыковку получится вырезать. Я тут нашла в Пинтерест. И посмотрим, может быть, еще вот таких летучек мышек. Летучек мышек. Летучек, летучих мышей. И вот. Такое тоже прикольно на дверь. Нормально? Глазки сейчас еще вырежу. Или нарисую просто глазки черным. У нас черного нет. Принеси мне какой-нибудь черный. Фломастер или маркер. Черный. Есть. Нет, он не пишет. Вот, видишь, вот эти. Они все уже закончились, высохли. Все, нарезала. Не знаю, сколько тут штук. Еще вот такую тыковку. Глазки и рот. Сейчас пойдем клеить. Он будет подготовить сырники. Ширники, ширники. Не забудь взбить этот порог сначала. Он должен быть прям мягким. Тебе уже ты набрала 12 баллов? Угу. Не хочешь больше всех набрать? Угу. Угу. Ну ладно. О, вот так вот. Фу. Наклеил? Видишь, хорошо, что-то не упал. Ладно. Пониже тоже, да. Как будто они снизу поднимаются. А надо еще что-то сделать. Что? Идем. Я еще сейчас тыковку будем приклеивать. В общем, вот. Если кому-то надо. Сначала взбивается творог с яйцом, да? Потом добавляется сахар, соль, мука. И все. И жарится. Видите, я себе дорисовала паучинку. На ногтях. Тут паучинка. Тут паучинка. Так что я в теме. Так. Ну что? Вот что у нас получилось. Сколько? Посмотрим, как наша дверь выглядит. Сейчас я бреду. Угу. Вот так вот наша дверь выглядит. С применениями. Куда вообще? Что-то не хватает, наверное? Тут не хватает. Тут внизу. И тут не хватает, и тут не хватает, и тут. Может, еще летучих мышек? Летучих. Летучих мышек. Да. Еще одну пониже. Еще одну вот сюда пониже. Макс, вот сюда одну пониже наклей. Ой, небо. Господи. Вот. Еще где? Наверху. Нормально, да? А тут? Где? Не надо, там ручка зачем. Все. Маменька, раз. Еще рано. Да? Время 5 часов. Через час пойдешь. Пойдет он с девочкой с одной. Так, ну все. Мы украсили дверь. Горит, а тут уже. Вот. Такие красивенькие. Внутри осторожно. Крышечку поднимать, чтобы капля воды не капнула, а то будет стрелять. Куда дно положила? Нет. Вот чехочек, чтобы капельки не капали. Вот такая вот полная шашка у нас. И вот такие вот еще шоколадки. Что, туда закину? Вот так вот оставим. Подготовим. Не грызи эти конфоты, это сошательнее. Видишь, тут черный. Ну, капюшон наденешь. Сюда? Да. От куртки? Да. Ну. Круто. Вот так пойдешь, да? Как будто скелет в куртке. Кушать. Кушать. Потому что... А, так нужно было масло подлить, Марго. Кушать, 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 кушать. Масло надо было подлить и все. А пакетик твой где? С каким пакетиком ты пойдешь? С каким пакетом пойдешь? С пакетом вот. Вот этот? Он сегодня два раза убежал. Там сидел в огороде. То есть человек во дворе сидел. Смотри, я так пошел туда, Элина сказала, что кот там вышел от двери. Да? А потом зашел? А этот, как, это, от дерева дверь. Угу. Ушел кот на лестницу наверх, а потом ушел. А потом, Элина сказала, а потом беги. Иду. Убежал. И потом убежал. На дерево. Кто там говорит? Все. Тут вот некоторые просто конфетки оставляют, чтобы не звонили в дверь. Все, взяли? Пошли. Туда обратно пойдем? Или куда? Или дальше? Туда пойдем? Вот еще один домик. Давай, давай, звони. Давай. Круто. Ты так светишься. У тебя так костюм светится. Семь, какие тыковки горят. Круто, на балконе. Так, все. Ну, пришли мы домой, походили немножко. Что-то у меня голова раздалилась так. Давай посмотрим, что мы насобираем. Ты мне даешь? Да. Спасибо. Ну вот. Не густо бы, так сказать. Устал? Макс что-то не очень ему понравилось. Он то ли стесняется, то ли боится. Очень мало у кого украшено, поэтому не ко всем звонили бы. Вот. Ну, ничего. Прогулялись, да? Посмотрим потом, как там у Каролины получилось. Может быть, она сегодня приедет. Либо она завтра приедет. Я не знаю, останется с ночевкой или нет. Да? Понравилось? Нет? Он боялся. Первый раз же пошел. Нет, в прошлом году ходил. Ходил в прошлом году. Да? В прошлом году он ходил с Каролиной. Я не знаю, мама. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...